В конце концов, я понял, почему четыре художника, почему четыре фильма. Это компас. Четыре пути. Путь первый. Не делать и не бороться. Как китайский. Он ведь вдохновил своими идеями целое поколение. Тарковский вышел из-под его влияния, говорят, только к Солярису. Он был пророк. Но он, в конце концов, понял, что у него нет сил зайти на Голгофа. Он выбрал другой путь. А Тарковский пошел. Путь второй. Делать и бороться. Как мотыль. Когда он сходил с ума, когда он умирал, в конце концов, он понял и записал в своем дневнике. Не тратить время нахождение по коридору. Нужно брать маломальски приемлемую драматургию и снимать свой фильм. Он взял безнадежный сценарий под названием «Гарем» и снял великую картину «Белое солнце пустыни». Он говорил о том, что нет смысла чураться в госзаказах. Во все времена они были. Ну да, это иногда были курфюрсты, иногда кто-то еще. Но сколько шедевров. Путь третий. Бороться и не делать. Как Смирнов. Ни одного кадра. Ни одной склейки. Нет. Никаких компромиссов. Он первый подал в суд на СССР. Он подал в суд на СССР. И выиграл. Но за это на 30 лет. Путь четвертый. Делать, но не вороться. Как Шпаликов. По семь, по восемь раз. Переписывал сценарий. Приходил. Опять уходил. Опять приходил. Опять переписывал. Возвращаясь к Китайскому. Как-то года за два до этих трагических событий Китайский был на практике. Студент в ГИКа. Что-то там снимали. И он прохаживался по берегу моря с другим студентом. С Гордоном. Они два режиссера. Философствовали много. И в частности, философствовали об исторической роли Иуды из Кариота. Ну, не было бы Иуда, не было бы Христа. И они, два молодых гения, представляют, как бы они сняли картину его гибели. Какая была босина. Какой фактурой была бы верёвка. Как ветки. Свет как бы падал. Какой был бы прощальный взгляд. Через два года Китайский абсолютно так же срежиссировал свою смерть. И верёвка была такая, и дерево, и свет падал, и всё так же било сердце. Четыре пути. КОНЕЦ. 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 Я стою на берегу моря. Рано ещё солнечное. Море ровное, зелёное, тихое. А с какого-то пароходика уже играет музыка. И я вижу маму и папу. Они входят вместе в море, уплывая. Я уже и плохо их вижу. Так вода блестит. Они уплываются дальше. И дальше. КОНЕЦ. Субтитры создавал DimaTorzok И тут происходит, может быть, главное в этой истории Я вхожу в воду, в море, и плыву, да еще как Кролем, браслом, на спине, и руки у меня взлетают над водой Плыву, оставляю позади и папу, и маму Далеко-далеко ухожу в море и даже не оборачиваюсь Они долго-долго смотрят, у них свет Субтитры создавал DimaTorzok Браво! Субтитры создавал DimaTorzok Знаете, нам так важно сыграть этот спектакль сегодня В этот летний московский вечер Я вам скажу вот так Силой, данная мне в это мгновение и волею Я обещаю вам Это лето Будет летом любви Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ